Привет всем! Кто хочет быть в курсе всех самых интересных и свежих новостей? Сегодня с вами я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск! Будущее за инженерами состоялся попечительский совет Казанского федерального университета. Внимание, абитуриенты! В лицее имени Лобачевского КФУ прошел день открытых дверей. Сегодняшний мир очень трудно представить без инженеров. Можно без лести сказать, что на них держится наш завтрашний день. Но как выучить настоящего инженера будущего? Об этом узнаешь в нашем следующем сюжете. Очередным заседанием попечительского совета Казанского федерального с президентом Татарстана было затронуто современное инженерное образование. Но прежде чем начать заседание, председателю попечительского совета был представлен инженерный институт после капитального ремонта, а также вторая городская поликлиника и медико-санитарная часть КФУ. Президент отметил огромный объем работы, направленный на улучшение качества, методик лечения и внедрения новых технологий в работу университетской клиники. И отрадно, что уже сейчас в стране опыт Казанского университета признается одним из передовых и успешных. Ну и самое главное то, что не хватало для университета инженерного образования, потому что я согласен, сегодня инжиниринг, он не только там какие-то технические. Та же медицина, там другие направления, они требуют инженерных навыков. И вот то, что здесь сделано, позволяет решать многие вопросы, касающиеся междисциплинарных решений. Что касается основной темы повестки дня о развитии инженерного образования в КФУ, то с докладом ректор выступил не в зале попечительского совета, а в инженерном институте. Он отметил, что на сегодняшний день в КФУ на базе казанских подразделений идет большая работа над подготовкой инженеров будущего. Заранее отмечу, здесь еще одно наше колоссальное преимущество нашего университета, то, что ему дано право, как и другим десяти федеральным университетам, возможность создавать собственные образовательные стандарты, что мы и начали сейчас реализовывать. Инженерия – широкая сфера, в которой работают физики, дизайнеры и другие специалисты. А значит, инженерное образование должно реализовываться в проектной сфере, которая позволит специалистам смежных наук взаимодействовать. Президент порекомендовал воплощать предложение в жизнь, ведь спрос на инженерные специальности вырос, и это заметно. А также пожелал университету и дальше двигаться только вперед. В русле сказанного попечительский совет проголосовал за вручение специальных стипендий младым ученым и аспирантам. И завершилось заседание церемонии подписания соглашения между Казанским федеральным университетом и компанией «Кука Роботикс Рус». Технологии манипуляторов и роботов, представленные этой компанией, будут развиваться и совершенствоваться в тенах одного из старейших университетов России. Аделя Мухаммедшина, Ленар Тавлитьяров, Роман Самарин, Руслан Урозаев, Универньюз. Эти дети уже в седьмом классе узнают, что такое экзамены. Собеседование поступления, ведь они уже с детства начинают ставить перед собой большие цели. Например, поступление в лицей имени Лобачевского. Об особенностях поступления в лицей в 2016 году расскажет Аделя Валеева. День открытых дверей – очень важное мероприятие перед поступлением в школу, гимназию, лицей или университет. В этот день можно узнать об особенностях поступления, об изменениях и о преимуществах учебного заведения. 29 апреля у абитуриентов лицея имени Лобачевского КФУ была такая возможность. Тем более, вступительные экзамены в лицей уже скоро, и подготовка должна быть не только практической, но и моральной. В лицее создана уникальная возможность для того, чтобы дети действительно развивались во всех смыслах и во всех направлениях. Не только знаниевый подход, но и общеразвивающий. Наши ребята осваивают профессии, уже будучи лицеистами. По словам директора лицея Елены Скобельцыной, в этом году конкурс на место увеличился. Сегодня конкурс на одно место составляет 6 человек. Также особенностью поступления в этом году является усиление сложности предмета математика. Все задания по этому предмету будут включать элементы логики. Также, как и в предыдущие годы, испытания будут проходить в три этапа. Основные предметы для поступления – это русский, математика и физика, начиная с седьмого класса. С информацией об этапах испытаний и сроками проведения экзаменов можно будет ознакомиться на сайте КФУ. Адилья Валеева, Роман Самарин, Универньюз. Хоть раз в жизни каждый из нас задавался вопросом, что находится за краем Вселенной. Лекторию под таким названием провела инициативная группа «Думай Казань», на котором побывала наша съемочная группа. 28 апреля произошел исторический запуск ракеты с первого российского космодрома «Восточный». Спутник с символическим названием Михаил Ломоносов уже начал космологические исследования, которые, возможно, перевернут российскую и мировую науку. И в этот же день о том, что уже известно о глубинах космоса, узнали все желающие жители Казани. Новая образовательная лектория от небезызвестной инициативной группы «Думай Казань» вызвал настоящий ажиотаж. В столицу Татарстана они привезли популяризаторов науки Бориса Штерна и Алексея Семихатова. По их словам, базовые знания об устройстве Вселенной – важная часть культуры человека. Если человек не знает, что Земля вращается вокруг Солнца, то его можно убедить в чем угодно. Задача сейчас – как-то внедрить в умы людей современную картину мира. Это сделать непросто, потому что эта картина, она, как это, контринтуитивна. Она противоречит нашей человеческой интуиции, которой мы сталкиваемся. И поэтому это довольно сложная задача. Слова спикера подтвердились в первые же минуты выступления. Чтобы продолжить лекцию, зрители должны были понять очень простой факт, что наша Вселенная замкнутая. Получается, что если все время лететь от Земли, то в какой-то момент начнешь к ней приближаться. И в конце концов вернешься назад, обойдя всю Вселенную и совершив кругосветное путешествие. Поэтому само название лекции «За краем Вселенной» является скорее метафорой, потому что у Вселенной нет края. Кстати, ученые отметили роль научно-фантастических фильмов, таких как «Интерстеллар» в популяризации науки. В нем нет того, что заведомо запрещено законами физики, насколько я понимаю. Или если есть, то совсем-совсем чуть-чуть, почти незаметно. А насчет того, устойчивая или кротовая нора, и что там точно происходит, можно строить различные гипотезы. Но как художественное явление, привлекшее внимание публики к законам физики, ну здорово. Спикеры вызвали немало вопросов у присутствующих. Так они узнали, что путешествия во времени невозможны, и только телескоп позволяет нам заглянуть в далекое прошлое, что уже неплохо для науки. Мне потом удалось еще один вопрос лектору задать по поводу множественных Вселенных, которые вроде бы как все очень разные, но одновременно с этим есть ученые, которые высказывают предположение, что есть невероятно похожие друг на друга Вселенные. Я не знал, как это соединить, и лектор мне объяснил, что соединять не надо, потому что вторая теория лишняя. Хотя за короткое время нельзя было рассказать все об устройстве Вселенной, лекторы выполнили свою главную задачу – заинтересовать зрителя. А это, как признались спикеры, гораздо важнее. Диана Вакян, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. А сейчас время новостей Рунета. Итак, наша постоянная рубрика Веб Ньюс. В Казани определили пляжи и места летнего отдыха, и горожан у воды на 2016 год. Оборудовано 7 площадок для отдыха у воды. Пляж Локомотив в Ахитовском районе, пляж Нижняя Заречья, озеро Глубокое в Кировском районе, пляж Комсомольский в Советском и организованное место отдыха озера Изумрудное и озера Лебяжье. В парке «Континент» Новосавиновского района появилась новая аллея. Порядка 40 молодых саженцев высадили в парке «Континент» по улице Ямашево в минувшую субботу в рамках республиканской акции «Эко-весна-2016». К праздничным выходным заработают поющие фонтаны в парке Горького. Рустам Иниханов показал новый экспериментальный грузовик «Камаз-Мастер». Президент Татарстана выложил в своем микроблоге в Инстаграме фотографию экспериментальной модификации грузовика «Камаз-Мастер», который сейчас проверяют во втором этапе чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана-2016». В праздновании Пасхи предположительно примут участие более 60 тысяч татарстанцев. Ночные пасхальные литургии пройдут в 278 церквях и храмах республики. В Елабуге, вышедшей из берегов река Кама, затопило городской пляж. Ожидается, что с городского пляжа вода будет уходить в течение двух недель. Жилые дома местных жителей от паводка не пострадали. Набережным Челнам подарили 20-метровую копию знамени Победы. У мемориального комплекса «Родина-Мать» состоялась передача знамени Победы участникам всероссийского автопробега «Звезда нашей Великой Победы». 30 апреля в КФУ состоится студенческий марш Победы, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне и галоконцерт ежегодного фестиваля «Студенческая весна-2016». Прямую трансляцию с мероприятий смотрите на телеканале «Универсмотрим». А ты уже задумался над тем, как незабываемой и с пользой проведешь последний день апреля. Мы подскажем, не забывая, что приближается 71-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. А значит, настала пора принять в одном из самых зрелищных мероприятий этого года, в каком – узнаешь далее. В Казанском федеральном университете пройдет студенческий марш, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Марш символизирует идею сплочения университетского сообщества вокруг самого знаменательного события в истории страны. Как и в прошлом году, студенческий марш Победы начнется с возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза, поэту Мусе Джалилю. Вместе со студентами в марше примут участие и ветераны Великой Отечественной войны. Также в рамках мероприятия состоится митинг университетской общественности, шествия студентов, преподавателей и выпускников университета, почетного батальона КФУ, бессмертного полка Казанского университета, взводы представителей федеральных университетов по улице Кремлевской, от памятника Мусе Джалилю до главного здания КФУ. Также пройдет гала-концерт в фестивале «Студенческая весна-2016». А наш телеканал в этом году будет вести прямую трансляцию прямо с места событий. Аделя Мухамедшина, Универньюз. 1 мая исполняется 95 лет российскому физику, профессору Казанского государственного университета, доктору технических наук и ветерану Великой Отечественной войны, не примерову Николаю Николаевичу. Наша съемочная группа получила уникальную возможность пообщаться с ветераном. Об этом далее. Так сложилось, что в преддверии праздника Великой Победы принято говорить о подвигах и храбрости советских солдат, вспоминать погибших в бою и пропавших без вести, и благодарить ветеранов за мир. Мы хотим рассказать о настоящем герое, человеке, который видел войну своими глазами, спал под свистом пуль, а сейчас живет в Казани и ходит по тем же улицам, как и все татарстанцы. Николай Николаевич не примеров, советский российский физик, профессор Казанского государственного университета, доктор технических наук. Так пишут о нем в интернет-энциклопедии Википедии, но меньше упоминаются о фронтовой жизни солдата тех страшных лет войны. Только Николай Непремьеров окончил школу с отличием, как его сразу забрали на фронт. Началась война. Когда война отечественная началась, все хотели попасть на фронт, а кто-то должен быть готовить кадры. И поэтому партийное собрание училища постановило всем призывникам быть, во-первых, коммунистами, во-вторых, снизить на один уровень звания и должности. Так что я был тогда механиком авиационным, а стал опять мотористом. Думать о понижении в звании у солдата не было ни времени, ни желания. Главное, усердно работать считал Непремьеров. Он ремонтировал самолеты, находил детали и масло, необходимые для полетов. Но в одно весеннее утро вылет летчиков завершился неудачно. После второго вылета моя машина подбита. Зенитки получил громадную дыру в правой плоскости. Значит, ну, летчик достянул на взлетом. И когда объяснил главный инженер, когда выйдет подбитая машина в стол, значит, он сказал, через день-два будут снова летать. Вместо предложенных руководством двух дней на починку Николаю Непремьерову хватило 40 минут, чтобы устранить поломку. Авиатехник быстро сообразил, как добиться нужного уровня горючего, и вылет совершился. За это Непремьерова наградили орденом Красной Звезды. Победу солдат встретил не на родной земле, а в Восточной Пруссии на аэродроме. Последний день, значит, мы уже предчувствовали, что скоро конец войны, дежурили на радиоузлах, чтобы узнать первой ночью. С 8 до 9 узнали о том, что Германия капитулировала на Восточном Одере. Ну, все мы выбежали. Ну, скажем, я побежал к своему самолету, достал ракетницу из шурманской кабины. И соответствующие ракеты и стали пулять сверху, пока они не кончили. Сладость победы молодой Николай Непремьеров ощущал еще долго, ведь до дембелизации оставался еще целый год. После войны он вернулся в Казань и здесь воле придался науке, которая с детских лет интересовала героя. Николай Непремьеров написал более 150 научных работ. 32 года заведовал кафедрой радиоэлектроники Казанского государственного университета. Он всегда интересовался научными открытиями, чего желает и нынешним студентам. Молодежи, как оканчивающий университет, я рекомендую быть на переднем фронте научно-технического прогресса. А студенты не остаются в долгу, выражают искренние слова благодарности, не забывают о его научных достижениях, приглашают на встречи. Так, 29 апреля коллеги и студенты Непремьерова пришли в Казанский федеральный университет поздравить его с наступающим днем рождения, ведь 1 мая ему исполнится 95 лет. Непремьерова Николая Николаевича профессора в прошлом физическом языке Казанский федеральный университет. Это благодарность студентам, что вы любите. Хотя Непремьерова Николая Николаевича исполняется 95 лет, студенты удивляются, что несмотря на свой возраст, ветеран до сих пор читает лекции и продолжает готовить кадры. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Ленар Довлетьяров, Универ Ньюз. Сегодня на этом все. Продолжай смотреть Универ Ньюз. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова